Поклонники Гарри Поттера желают, чтобы автор книг, на которых основаны фильмы, Джоан Роулинг, наложила бы сама на себя заклятие Немоты. – Погоди, это был пример Гарри Поттера? – Да, точно. 6 июня 2020 года Роулинг опубликовала несколько твитов, тонко и не очень делясь своим мнением о трансгендерных людях. Многие считают комментарии Роулинг оскорбительными, нечувствительными и трансфобными, в том числе и звезда фильмов о Гарри Поттере. Её твиты спровоцировали на ответ и извинения перед трансгендерным сообществом Дэниэла Рэдклиффа, который сыграл мальчика, который выжил во всех восьми фильмах. – Я Харри, Харри Поттер. Это уже не первый раз, когда Роулинг решила обратиться в Твиттер, чтобы подвергнуть сомнению идею трансгендерных людей, несмотря на отсутствие медицинского опыта или образования. В декабре 2019 года Роулинг написала в Твиттере о своей поддержке невежественных заявлений Майи Форстейтер, дискредитированного исследователя из Лондонского аналитического центра, чьи взгляды на транс людей были признаны британским судом, цитата, «незаслуживающими уважения в демократическом обществе» Выступая в защиту обвиненного исследователя, Роулинг тогда написала, «Одевайтесь, как пожелаете, называйте себя, как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который согласится с вами спать. Проживите хорошую жизнь в мире и безопасности. Но заставлять женщин покинуть работу за отстаивание того, что Пол реален? Я вместе с Майей – это не учебная тревога» Ответная реакция на этот твит от фанатов писательницы, которые уже давно находят в её работах мнение об инклюзивности, понимании и просвещении, не заставила себя ждать, но Роулинг до поры до времени отмалчивалась по этому вопросу. К сожалению, она нарушила своё молчание, чтобы удвоить негатив в свою сторону. В ответ на опубликованную статью, в которой использовалась фраза, «Люди, которые менструируют», Роулинг написала, «Люди, которые менструируют. Я уверена, что когда-то было слово, описывающее их. Можете мне в этом помочь? Менщины? Женщины? Муженщины?» – Не надо быть ручной, но это не хороший момент. Демонстрируя удивительную способность воплощать идеалы, отстаиваемые своим персонажем, Рэдклифф быстро отреагировал публикацией на веб-сайте Trevor Project, который работает над предотвращением кризисов и самоубийств среди молодежи ЛГБТ. Рэдклифф ненадолго признал ключевую роль Роулинг в его карьере. Он также выпустил краткое заявление об отказе от ответственности за то, что, несмотря на то, как это наверняка воспримется прессой, он не надеялся начать борьбу с автором. А затем он начал писать горькую правду. Рэдклифф написал в своем заявлении, «Трансгендерные женщины – это женщины. Любое утверждение, а в обратном, стирает личность и достоинства трансгендерных людей и противоречит всем советам профессиональных ассоциаций здравоохранения, которые обладают гораздо большим опытом в этой области, чем Джо или я» Затем актер поделился несколькими статистическими и образовательными ресурсами, прежде чем обратиться непосредственно к фанбазе Поттера. «Всем людям, которые теперь чувствуют, что их опыт чтения книг был запятнан или преуменьшен, я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии вызвали у вас. Если вы нашли в этих историях то, что вызвало у вас отклик и помогло вам в какой-то период жизни, то это навсегда останется между вами и книгой, и это неприкосновенно. И, по моему мнению, никто не может это затронуть» Среди фанатов Гарри Поттера в Твиттере ответ на пост Рэдклиффа был спонтанным и точным. «Забудьте Джоан Роулинг» и весь фэндом, казалось, решил все сразу. Давайте просто притворимся, что Дэниел Рэдклифф написал книги о Гарри Поттере, и вернемся к наслаждению ими. Проблема решена. Это открыло возможности для пользователей, которые не терпят трансфобию, но увлечены невозмутимым юмором. Как сказал один из авторов, «Разве не удивительно, что Дэниел Рэдклифф написал и сам снялся в Гарри Поттере? Он как Лин Мануэль Миранда, Мира Волшебства» Другой пользователь зашел еще дальше. «Я не могу поверить, что Дэниел Рэдклифф написал все семь книг о Гарри Поттере и снялся во всех восьми экранизациях. Он действительно невероятен» Возможно, лучший пост из всех был опубликован пользователем, который удивился, что Дэниелу Рэдклиффу было всего восемь лет, когда он писал книги о Гарри Поттере, в ответ на что другой аргументировал, «Сэру Исааку Ньютону было всего 23 года, когда он открыл закон всемирного тяготения» Что ж, Twitter – это отличное место для публичных обсуждений и Стёба. Но Рэдклифф молодец, 10 очков Гриффиндору.